Итак, дорогие друзья, я думаю, что вы заметили, что эту серию видео, посвященную сборке нижних двух слоев кубика Рубика, я нумерую не цифрами, а буквами. Ну, наверное, чтобы сделать ее просто необычной, чтобы хоть как-то выделить ее из остальных серий обучающих видео, да и не только обучающих. Все нумеруют цифрами, да и я до этого все видео нумеровал цифрами, а теперь решил ставить буквы. И прошлая серия вышла под буквой Е, соответственно, это выйдет под буквой ЙО. В прошлой серии я вам рассказал о вот такой ситуации, когда у парня завышенная самооценка, когда девушка живет на третьем этаже, когда они знакомы друг с другом и у них вроде бы любовь, но не все так гладко, как кажется. Я рассказал вам, что делать в таких ситуациях и обещал, что расскажу о последнем случае из этой серии. И вот он, этот последний случай. Он очень похож на этот, только в данном случае у угла также завышенная самооценка, то есть у парня. Девушка также живет на третьем этаже, они знакомы друг с другом, у них вроде и любовь, но не все так гладко, как хочется. Но девушка находится не слева от парня, а сзади от него. Как быть в такой ситуации? Есть два варианта. Сейчас расскажу вам оба. Вариант номер один. Естественно, соединяем парня, то есть подводим парня к своим центрам. Это нужно было делать и если бы девушка была здесь, но по-моему в прошлом видео я забыл об этом сказать. Ну, пока не поздно, напоминаю об этом. Итак, подводим к своим центрам. То есть важно, чтобы центры, вот эти два центра, были такого же цвета, как и вот эти две наклейки. Итак, что делаем дальше? Дальше видим, что девушка у нас не слева от парня, а сзади. Делаем вот такой вот перехват. И теперь получаем ситуацию, которая очень напоминает ту, которую мы с вами разбирали в предыдущем видео. Только делать нужно будет все слева, а не справа. Итак, девушка с парнем у нас уезжают. Милиция и скорая их начинают разыскивать, включают свои мигалки, но включают их слева, а не справа. Девушка с парнем у нас возвращаются. Расстаются. То есть парень уезжает вниз, в левой части кубика. У девушки едет крыша, уже едет в другую сторону. Парень делает ей шаг навстречу, но у нее продолжает ехать крыша. И вот таким образом, восстанавливая крест, мы получаем идеальную пару, счастливую пару, которая еще и живет в своей собственной квартире. Это выход из этой ситуации под номером 1. А сейчас расскажу вам о выходе под номером 2. Вот я уже смоделировал подобную ситуацию. Надеюсь, что вы это заметили. Вот он, парень, у которого завышенная самооценка. Вот она, девушка, которая живет на третьем этаже и находится сзади от парня. Они хорошо знакомы, даже любят друг друга, но в их отношениях не все так гладко. Состыковываем с центрами. В данном случае зеленый и красный должны быть центры, а здесь синий и красный. Поэтому делаем такой ход. Ага, состыковано. Первый вариант был сделать вот такой вот перехват. А второй вариант сделать вот такой перехват. И тогда нам все придется делать не спереди, как мы делали раньше, а сзади. Девушка с парнем опять уезжают. Скорая и милиция их по-прежнему разыскивает. Они возвращаются. Но теперь парень уезжает не в эту сторону, а вот в эту сторону. У девушки едет крыша. Парень делает ей шаг навстречу. У нее продолжает ехать крыша. И последним ходом восстанавливаем крест. И получаем нашу пару влюбленных только не здесь, вот не спереди, а сзади. Вот она, наша пара влюбленных. Ну что, поздравляю вас с тем, что мы разобрались абсолютно со всеми ситуациями, когда у парня завышенная самооценка, а девушка живет на третьем этаже. Где бы она ни жила. И какие бы между ними отношения ни были, мы все равно с этими ситуациями разберемся. Мы уже знаем, как их помирить и как их заселить в собственную квартиру. В следующей части этого видео речь пойдет о том, о тех случаях, когда у парня завышенная самооценка, а девушка живет не на третьем этаже, а на втором. Ну вот, как-то так. До новых встреч, дорогие друзья!